Друзья, всем огромный привет! Вы на канале ArtFotoLife, меня зовут Терджо и сегодня у нас обработка в стиле известного германского фотографа, которого вы все знаете по имени Mixplore. Его инстаграм насчитывает более 126 тысяч подписчиков, его обработка оригинальна, узнаваема, он много снимает на природе, снимки просто шикарные, очень интересно их разглядывать. И у меня уже выходило подобное видео, я показывал обработку в его стиле на телефоне, у него тогда было подписчиков, если не ошибаюсь, в два раза меньше, а в самом видеоролике я больше уделил внимания технике его обработки. Сегодня мы с вами будем обрабатывать на компьютере, в Lightroom, но если даже у вас телефон, то обратите внимание, что мобильный Lightroom включает в себя абсолютно те же самые настройки и вы можете спокойно их повторить на своих телефонах. Mixplore очень много снимков делает на природе, практически это пейзажи, он снимает с квадрокоптера, он снимает на телевик, но что же делать, если у нас нет такой технической оснастки, но мы хотим оформить свой инстаграм в его стиле. А давайте мы на минутку представим, что Mixplore приехал в Москву, прогулялся по зарядью, сделал вот такую вот замечательную фотографию и как бы он обработал такой снимок. И помимо городского сюжета, я подобрал еще, вы видите внизу, несколько снимков, мы сегодня с вами обработаем одну фотографию, вот именно эту, а к другим применим уже полученные настройки. И посмотрим, что у нас получится. Здесь у нас есть и пейзаж, здесь у нас есть и ночь, в общем все цвета, все условия. И используя такую технику обработки, вы можете все снимки в ваш инстаграм таким образом обрабатывать, и у вас все будет выглядеть в одном стиле, круто и замечательно. Чем же отличается его обработка? Ну друзья, это собственно говоря, тот же самый классический Tealand Orange. И мы с вами можем наблюдать очень красивый такой темно-синий цвет в темных участках и нежные персиковые оттенки в светлых участках изображения. И друзья, фотография, с которой я буду сегодня работать, будет находиться по ссылке под видео, вы можете ее скачать и потренироваться в обработке вместе со мной. Ну а мы не будем терять времени, поехали! И друзья, первым делом, что мы с вами будем делать, это добавим информации в светлые темные участки изображения. Света убавляем на минус 100, тени прибавляем на плюс 100. Все, контраст мы с вами немножко понизим, ну я бы даже сказал, наверное, множко, потому что мы будем работать с вами в кривых, и нам необходимо получить сначала бледненькую фотографию, а потом контраст цветов и контраст цвета мы будем повышать за счет кривых. Итак, контраст я убрал на минус 50, давайте добавим текстуры, где-то порядка плюс 20, и немножко четкости добавим. Ну, я обычно добавляю где-то 5-10, иногда 15, пусть будет 10. Панель с основными настройками я закрою, и теперь давайте поработаем с вами с кривой. Зажимаем кнопочку Alt, и теперь наши движения будут плавные и аккуратные. Давайте сначала мы зафиксируем среднюю точку, немножко повысим где-то примерно на треть обозначенного квадратика вот в этом окне, самую левую точку черного на треть квадратика, и рядом соседнюю точку немного опустим, и сделаем вот такую вот клюшку. Теперь немного вправо выделяем еще одну точечку, и также подтягиваем чуть-чуть вниз. Итак, друзья, мы с вами добавили немного контрастности за счет кривой RGB, теперь давайте перейдем в красный канал, зажимаем кнопочку Alt, фиксируем центральную точку, и изгибаем кривую в средних темных участках немного вниз. И добавляем вот такого аквамарина в темные участки, теперь переходим в зеленый канал, зажимаем кнопочку Alt, фиксируем также среднюю точку, и опускаем немного в средних тонах, смотрим на асфальт, мы должны получить такой красивый синий цвет. Если мы выгнем кривую так же, как и в красном канале, то мы получим больше фиолетовых оттенков, нам это не нужно, поэтому очень внимательно следите за вашим цветом, что у вас получается. У вас должен получиться вот такой вот красивый синий цвет в темных участках. Теперь давайте перейдем в синий канал, зажимаем кнопочку Alt, фиксируем центральную точку, и теперь, друзья, среднюю точку в средних тонах опускаем вниз, но совсем-совсем чуть-чуть, чтобы у нас сохранился синий цвет на темных участках, просто чтобы он стал чуть-чуть теплее. Я это делаю вот буквально совершенно на полмиллиметра. И самую нижнюю левую точку мы поднимем чуть-чуть выше, вот таким вот образом. Мы просто навсего наш синий цвет сделали немножко потеплее. Итак, двигаемся дальше. Давайте мы закроем тоновую кривую, я надеюсь, она нам больше не понадобится, и теперь поработаем с цветом. Давайте красный мы подвинем в сторону оранжевого, сделаем его более такой теплый, я думаю, где-то примерно на 27, думаю, будет достаточно. Оранжевый цвет мы наоборот подвинем в сторону красных оттенков, где-то примерно на минус 15. Желтый подвинем в сторону оранжевых оттенков, посильнее где-то, я думаю, примерно на 70. Зеленого цвета у нас здесь почти нету, поэтому мы с ним поработаем немного позже, когда будем обрабатывать другую фотографию, на которой есть зеленый цвет. Давайте мы немножко прижмем насыщенность красного, где-то примерно на 25, и оранжевого где-то примерно на минус 15. Желтый уберем с вами посильнее, где-то примерно на минус 70. Зеленый, как я уже сказал, трогать мы с вами не будем. Аквамариновый уберем посильнее на минус 90. В нашей фотографии главное это все-таки тонирование. Как вы можете заметить на фотографиях Mixplore, просто минималистичный подход, буквально 2-3 цвета. Теперь синий уберем также посильнее, где-то примерно на... Давайте тоже сделаем на минус 90. И фиолетовый и пурпурный я полностью уберу на минус 100. Теперь давайте в яркости мы подвинем синий немного влево, буквально где-то на минус 15. Это позволит нам в будущем делать более контрастнее, интереснее небо, если оно у вас будет на фотографии синее. Итак, друзья, закрываем панель цвет, переходим в панель раздельное тонирование, выделяем сначала тени. И чтобы получить такой вот красивый синий цвет, мы с вами двигаем ползунок цветовой тон где-то примерно на значение 229. И насыщенность сделаем посильнее, прям буквально, наверное, на 20. Как вы видите, мы в темных участках получили красивый темный цвет. Теперь давайте перейдем в средние тона. Средний тон мы с вами сделаем... Итак, в средних мы с вами цветовой тон сделаем на 25. И насыщенность прибавим, ну, не сильно, я думаю, 7 будет достаточно. Переходим в цвета. Давайте сделаем посильнее насыщенность, чтобы видеть, что мы крутим с вами в цветах. И теперь подберем такой персиковый. Оттенок этот должен быть где-то между оранжевым и красным. Я думаю, что цветовой тон должен быть где-то, наверное, 35. И теперь насыщенность мы немножко понизим. Давайте сделаем его где-то 20. Итак, друзья, с раздельным тонированием мы закончили. Давайте закроем панель, чтобы нам не мешало. Теперь переходим в панель резкость. У меня почему-то стоит здесь 0. Давайте я поставлю стандартное значение 40. Больше я здесь трогать ничего не буду. Детализацию я закрываю. Так, в профиле я кликну удалить хроматические аберрации. Включить профиль коррекции. Закрываем коррекции объектива. Трансформацию я в данном случае трогать не буду. Я ее тоже закрою. И вот мы переходим с вами в эффекты. Одна из отличительных черт фотографий Микс Плора. Это такая сильная, слегка синеватая виньетка. И вот сейчас с вами мы в панель эффекта будем такую виньетку воспроизводить. Давайте значение мы уведем влево посильнее. Я думаю, что даже где-то примерно, наверное, на минус 50. Теперь поработаем с центральной областью. Я думаю, что где-то сделаем 30 влево. Сделаю я ее немножко покруглее. Где-то примерно, думаю, что на... Наверное, на плюс 40. И теперь сделаем посильнее растушевку, чтобы слегка ее растворить с основным изображением. Я думаю, что это где-то значение, наверное, 80 будет достаточно. Итак, друзья, мы с вами практически обработали, но наше изображение стало слишком синее. Давайте мы перейдем в тоновую кривую. В синий канал. Зажмем кнопочку Alt и потянем немного ниже. Да, пожалуй, вот так вот. Сделаем вот так вот потеплее такой вот синий цвет. Так будет, пожалуй, поинтереснее. И, наверное, я перейду теперь в раздельное тонирование. И давайте мы, пожалуй, немного убавим. Где-то назначение 17. Насыщенность в тенях. Ну вот, друзья, фотография готова. Это очень похоже на обработку Mixplore. Не забывайте, что мы с вами снимали не пейзаж, а город. У него таких фотографий практически нет. Давайте мы с вами теперь откроем другие изображения. И попробуем применить вот эти вот настроечки к другой фотографии. Давайте для начала обработаем такую же городскую фотографию. Вот эту. Итак, для того, чтобы применить настройки, я выделяю фотографию, которую я обрабатывал. Из которой хочу скопировать настройки. Потом, удерживая Control, я выделяю фотографию, на которую я хочу перенести эти настройки. Кликаю вот сюда, в правом нижнем углу, синхронизировать. И здесь выбираю, что я хочу синхронизировать. Я сниму экспозицию баланс белого. Уберу трансформацию. Потому что, если я буду применять на какой-то фотографии, то мне не нужно, чтобы эти настройки скопировались на следующее изображение. Еще я уберу галочку со значения обрезка. И теперь кликаю синхронизировать. И давайте посмотрим, что мы получили. Ну, достаточно интересно. Давайте посмотрим. Итак, было, стало. Было, стало. Ну, мне очень нравится. Давайте еще раз выделим изображение, с которым мы работали. Итак, я зажимаю кнопочку Control. И теперь выберу вот такую вот пейзажную фотографию с небольшим водопадиком. Кликну синхронизировать. С предыдущего раза у меня сохранились здесь все настройки. Поэтому я ничего не меняю. Кликаю синхронизировать. Давайте посмотрим. Было, стало. Было, стало. Достаточно интересно. Вот теперь давайте поработаем с вами с зеленым цветом. Итак, открываем панель цвет. Желтый я уберу посильнее. Где-то, пожалуй, наверное, на минус 88. Зеленый цвет у него холодный. Давайте мы с вами сделаем тоже что-нибудь похожее. Давайте зеленый мы уберем с вами вправо в сторону аквамарина. Где-то примерно на значение, я думаю, что плюс 12 будет достаточно. И зеленый насыщенность мы немножечко убавим. Где-то вот таким вот образом. Ну и, друзья, не забывайте работать с кисточкой. После применения виньетки, вот как, например, на эту фотографию, вода на вашем изображении может стать немножко такой темноватой. Берем кисточку, экспозицию ставим где-то 0,5, единица. Давайте поставим единица. И слегка просто осветляем воду. И получаем вот такое замечательное изображение. Давайте посмотрим. Было, стало. Было, стало. Отлично, друзья. Итак, мы с вами сделали вот такую замечательную, интересную обработку. Давайте мы теперь все эти настроечки сохраним в пресет. Назовем в честь автора. Я думаю, он у нас не обидится. Mixplore. Баланс белого экспозиции я никогда не ставлю. Давайте я сниму также градиентный фильтр. Это локальные настройки. Их нужно применять, конечно же, отдельно. Для каждой фотографии индивидуально. Итак, кликаем создать. Итак, пресет мы с вами записали. Давайте теперь применим его вот к этой фотографии. Заодно посмотрим, как у нас наш пресет обработает воду. Я почему-то думаю, что должно получиться очень даже неплохо. Итак, выбираем пресет. Ну что ж, достаточно интересно. Единственное, что нам остается сделать, это только в основных настроечках подрегулировать экспозицию, подрегулировать температуру. И если вы хотите сделать посильнее виньетку, просто значение в эффектах двигаем немножко влево. И вот получаем такое изображение. Итак, смотрим. Было, стало. Было, стало. Отлично. Ну и давайте обработаем вот такую вот фотографию, снятую ночью. Здесь есть бокешечки. И посмотрим, как у нас наш пресет обработает эти бокешки. Итак, применяем Mixplore. У, прикольно. Мне нравится. Давайте слегка экспозицию я, наверное, наоборот, уведу немного влево. Фотография немного шумноватая, заодно это как раз и замаскирует. Ну и можно добавить, конечно, насыщенности сюда. Можно также сделать посильнее виньетку. Ну, давайте смотрим. Было, стало. Было, стало. Ну что ж, друзья. Мы повторили обработку Mixplore. По-моему, у нас получилось достаточно неплохо. А если ты дотерпел и досмотрел это видео до конца, то пресет, который я сегодня сохранил, можешь скачать по ссылке под этим видео. Он будет находиться в самом-самом низу после всего текста. А на этом, друзья, все. Желаю вам творческих высот. С вами был Серджио. Всем пока и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...